Девчонки, ребята, всем привет! Мы пришли в Третьяковскую галерею современного искусства на Крымском валу. Вот наши билеты. Пойдем с вами смотреть искусство XX века от иконы до авангарда. Современное искусство. Мы вперед, да, кто не видел, я сама не видела, я хочу посмотреть. Пошли смотреть. Огромное здание, огромное здание новой Третьяковки в современном стиле. Огромное открытое пространство, большое, много света, много окон. Все такое белое, воздушное, под марикой. Видите, какие мы красные на улице, минус 20. Вообще не мешает обозревать искусство. Не пошли на Рериха, на Рериха много народа, но мы же тут тоже не видели, тут же тоже важно посмотреть. Пошли вместе, вместе оккультуримся. Ребята, помните «Купание красного коня»? Это знаменитейшая картина. Петро Водкин. Помните, да, ребята? Ну помните же. Тут же, тут же художник. Это Матвеев, скульптор. Пошли меня возле этого коня. Пойдем. Только не видео не надо. Хорошо. Это Ларионов. Вот такое бывает современное искусство. Весна прекрасная. Ну, знаешь как, я художника, я так вижу. Я художника, я так вижу, да. А вот еще Ларионов. Смотри, какая это. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Из этого все, что я тут вижу, мне понравится вот эта. Женщина с руками. Это тоже художник? Нет, это Гончарова. И это тоже Гончарова. А что такое называется это? Обнаженная негритянка? 1911 года. Вот, да. Это не волчок, это лошадь, я предполагаю. Да, догадались. Я говорю, что это лошадь. А мы еще посмотрим. Вообще-то это петух. Нет, петух вот этот вот. А, голова быка, а ты говоришь, что это лошадь. Это бык? Да. Вот, ты представляешь, это бык. Я голосовал за лошадь. Это солдат. Это, скажем, когда предреволюционные кофе, они такие, некоторые, да, как стихи Майкульского. Угу, да, вот скажи, что это такое? Грузинская. Ой, ну это, смотри, это такая колоритная, красивая картина. Такую картину я бы поездила бы. Смотри, какая собачка. Где? Смешная собачка. Ну, красивая. А вот это красиво, это, смотри. Это красиво, что я это красиво. Это Нина Перасмани, красиво, да. А что делать, картина? Ребята, а вот, смотрите. Более понятные, приятные глаза. Художник Мелеман. Более понятные глаза. Шевченко. Картина Редька. Восстание 1925 года. Ну, вообще, достаточно такое гнетущее, пугающее впечатление. Больше похоже на тюрьму в центре Владимира Ильича Ленина. Петруцкий, Держинский, Крупская и похоже на какое-то пугающее большое тюрьмо. Попована живописная конструкция. Не сложно судить о современном искусстве. 20-х годов прошлого века, потому что, если честно, я не боюсь в этом признаться, я не понимаю в этом. Я пришла просто посмотреть, знаете, как сказать, просто образоваться, посмотреть, что это, посмотреть подлинники. Не то, что я видела, предположим, где-то на глянцевых журналах, художественных, а вот то, что живьем посмотреть. Какое впечатление двойственное. Нет, еще не дошла дня до Шагала. Пойдем в Шагал, смотрите. Двойственное впечатление. С одной стороны, это очень необычно, с другой стороны, я понимаю, что вот я это не понимаю, я не могу проникнуться. Пойдем на даче, мне понравилось. Пойдем посмотрим. Шагал, пойдем. Там вот две картины, получается, да, называется Венчание, но она более мрачная. Венчание я видела Шагал, да. А, она на даче. Какая-то прям демоническая картина. Ну, Шагал, он более близок, Марк Шагал. Это панно делалось для еврейского театра. Это панно я знаю. Вот это я знаю, да. Это называется картина музыка. Это тоже для еврейского театра. Вот это вот веселая, да, дама. Танец. Незатейливо. Так и называется танец. Писатель, да. И изображен писатель, и так и написано в литературу. И это все Марк Шагал. И это все Марк Шагал. И целый зал с деревянными скульптурами. Я тут ничего не понимаю. Ребята, форма из дерева, ничего не понятно, но очень интересно. А знаете, чем интересно? Переплетением, смотрите, переплетением геометрических фигур. Квадраты переплетены так красиво, что ты уже теряешься. Ты видишь полностью композицию целиком из квадратов. И она смотрится органично, она смотрится объемно, да? Да. Только мне как, ну не перфекциониста, но приближенному к этому тяжелому смотрит. Пошли, он круг лучше, и то бесит, что все скомкало в одну сторону. Марик сказала, круг лучше, но бесит. Ну в одну сторону все скомкало. Пошли куда-нибудь в реализм. Хорошо. А теперь после прекрасного и непонятного началось понятное и прекрасное. Анна Павлова, художник Яковлев. Автопортрет. Это тоже Яковлев, рыбак, 1915 год. Картина. Да, мы рояли, тринадцатый год прошлого века. Вот такие мне нравятся картины. Вот такие. Вот такой я рублял скрипки, детализацию. Скульптор Альтман. Скульптор Альтман. 1970 год. 89-70 год. Ребят, вы видите, что это тот самый черный квадрат Малевича. Тот самый черный квадрат. Баг. Скульптор Альтман. Скульптор Альтман. Скульптор Альтман. который будет показан, скорее всего, это август месяц. Смотри, едят виноград и персики, это 100% августа. Посмотри, сколько солнца в картине, да? Солнце и море, наверное, теплое. Нет, надо ехать в Восток в следующем году. Хорошо. Обязательно. И вот еще одна солнечная картина, тоже Дейнека. Один из таких, пожалуй, замечательных художников, который со светом может играть как угодно. Есть ощущение, что картина изнутри подсвечена, да? 1935 года. Улица в Риме картина называется. Очень красивая. Мамочка с малышом, тоже Дейнека. А это картина 1932 года. Мать. Так и называется мать. Игра в мяч. Девчата играют. 1932 год. Ребята, вы заметили, какие мускулисты, крепкие? Прям вот рабочие тела женские, крестьянские. Выписывал художник. Очень крепких. Что, ну, как сказать, должны быть сильными физически. Тогда развитие, эстетическое развитие упор был. Они проходили всевозможные, помнишь, соревнования, там, парады спортсменок, спортсменов. Женщины были в шортах, мужчины в шортах шли по площади. Да. А тела какие были, фигуры, да? Ну, они, да. Подтянутые, да? Подтянутые, спортивные. Ну, и вообще для физического труда нужен был человек. Они, люди же не все такие были. Для физического труда в то время нужен был крепкий человек, да? Ну, согласен, была жизнь тяжелая физическая. Тяжело, да. Конечно. Чтобы работать, естественно, по, допустим, какие-то, там, с лишним весом или очень худые, они были подошли. Люди должны были быть крепкие, чтобы носить шпалы, поднимать тяжелые. Пятилетку за год делать. Пятилетку за год, да. Как мы на работе. За декабрь за весь год отработали, считай. План сделали. Обороны Петрограда, 64-го года, картина. Перед спуском в шахты. Шахтеры, 25-го года, картина. Крепкие такие ребята, здоровяки. Вот картина, посвященная сталинской эпохе. Прога, боже. Скоро... Ето не так много. Удиви. Да, это одно. Это так много. Да, конечно. та самая картина письмо с фронта солнечная оптимистичная радостная отец жив муж жив вот картина просто жуткая не могла не поделиться с вами сейчас прошли уже много залов просто без камеры смотрели внимательно читали в авторах встречай провожая эшелона 80-го года картины автор обросов очень много здесь картин посвященных именно военной тематике очень знаменитейшая картина пластовы все четвертого года была весна март скорее всего да в бане малышку мыли вот она мама одевает ребеночка от этой картины ощущения как у нас была баня бабушка находиться рядом с домом тоже такая бревенчатая и мы выходили и шли в дом нас одевали тоже маленькие валенки какие-то тулупчики сюда или большой тулуп одевали взрослым и потом платок наматывали а там тулупа много у бабушки висела и мы вышли в баню в толстом ходили в тулупе ни в куртках не свалили ни в шубках ни в куртках они в тулупочках ребят этот художник не стерва тайной вечери по-новому сейчас прям покажем всех апостолов видите каждая картина отдельно грецкие орехи гранат виноград в основном рыба хлеб гранат космонавты культура идем идем дальше да это скульптур мухин это вот просто фотография работ вот она непонятная для нас моряка современное искусство просто дверь пожалуйста красная дверь посмотри это искусство дает их розетка да ребят если вы столовой случайно вот в перемешку увидели вилки это не всегда вилки это произведение искусства иногда это да вот так все иногда сложно марик сказал бежим отсюда я этого не понимаю не не бежим мы просто пошли дальше что это такое это знаете что это сумерки да это летние дни сумерки может потому что куб темного цвета так она глядя посмотрим а вот это белое это что как просто название интересно так но это наверное день а вот красный это наверно восход а это наверно утро до туманный день а это закат закат ну как хитро ну хоть с пушкиным все понятно пойдем посмотрим смотри какая яркая картина и как она выписана интересно смотри какая яркая картина смотри как интересно выписана она смотри необычно да да спортивные ребята бегают интересно да и вот смотрите ребята тоже да интересно манера письма самое интересное архивку инжи один из самых любимейших моих художников пейзажист очень часто у него картины вот именно вот в таком стиле ночь вода красиво это зал с фресками это свидетель николай чудотворец житием 1460 год вот такая древняя икона я вам сейчас покажу бок оклада торец вот эти дерева насколько старые краски темпер и вообще и вообще я хочу сказать что краски великолепно сохранились вообще просто великолепно что зал фресок представляет из себя копии из известных старых монастырей мир вот например церковь святого георгия вачи гурийское селение очи копия фресок или например в битании церковь рождества богородицы тоже вот оттуда фрески копия это церковь святого георгия в старой ладоге ладоге и Продолжение следует...